Здравствуйте, в эфире разговор на чистоту и наши гости сегодня первый заместитель прокурора Оренбургской области Николай Свинухов и первый заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области Александр Косарев. Здравствуйте. Господа, скажите, пожалуйста, вот уже более года, скоро будет полтора года, как вы живете совершенно самостоятельно друг от друга, несомненно, наверное, взаимодействуете. Как вам живется, как вам обработается в наверняка очень тесном контакте? Ну, безусловно, Следственный комитет это, ну, если так образно можно сказать, выход из системы органов прокуратуры Российской Федерации. Это взаимодействие видно по ряду уголовных дел, которые расследуются, направляются в суд, вносятся обвинительные приговоры. Александр Ильич, ну, сами следователи довольны, что они получили больше самостоятельности или об этом, может быть, не стоит говорить в таком разрезе? Имеет место четкое разграничение компетенции. Прокуратура занимается своим делом. У них весь объем полномочий по осуществлению надзора за предварительным следствием, за соблюдением конституционных прав граждан на стадии расследования дел. Ну, а следователи, они занимаются, так скажем, полным объективным расследованием преступлений, оценку которым дает уже по результатам расследования. А в дальнейшем прокурор либо утверждает обвинительное заключение и поддерживает в дальнейшем суде гособвинение, либо возвращает для доработки и так далее, и так далее. Ну, а говорить о той или иной реформе, судить о ней можно всегда лишь потому, какие результаты она приносит. Я вам предлагаю сейчас посмотреть небольшой сюжет наших корреспондентов о том, как складывается криминальная обстановка в Оренбургской области, и потом уже вернемся в студию. Уровень преступлений в Оренбурже снижается. Всего в прошлом году была зарегистрирована 31 тысяча преступлений, что на 10% меньше, чем в 2010 году. Что же касается этого года, то только за первый квартал было совершено почти 7 тысяч преступлений. В 2011 году количество тяжких и особо тяжких составило чуть более 6 тысяч. В 2012 наблюдается рост числа отдельных категорий преступлений. Среди них убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, разбой. Увы, изнасилований в регионе меньше не стало. Их число по-прежнему держится на одной отметке. И в 2010 и 2011 годах таких случаев было 50. Несмотря на общую положительную динамику, произошло снижение раскрываемости преступлений. Сейчас она составляет чуть более 60%. Областная прокуратура и Следственный комитет намерены объединить усилия в борьбе с сексуальными преступлениями в отношении детей. Так, сотрудники двух ведомств надеются уберечь их от насилия и разврата. Только в прошлом году жертвами педофилов в регионе стало больше сотни несовершеннолетних, половина из которых малолетние. Вообще, предыдущий год для правоохранительных органов был особенно сложным, так как шла реорганизация. Сегодня в областной прокуратуре работает 452 сотрудника, а в Следственном комитете более 200. Достигнуты и положительные результаты – итог их совместной работы. Этому содействуют и проводимые ими общие мероприятия, совещания, коллегии, круглые столы, а также оперативные действия. Тесная взаимосвязь двух ведомств помогает не только совершенствовать работу и добиваться того, чтобы ни одно преступление не оставалось в области безнаказанным. Тесная взаимосвязь Раскрываемость за последние 4-5 лет на порядка 5% увеличилась, улучшилась. Для кого-то, возможно, это покажется незначительной цифрой, но могу сказать, что в масштабе России Оренбургская область по уровню раскрываемости убийств, фактов причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, изнасилований занимает стабильно высокие позиции и раскрываемость выше среднероссийской. А скажите, скажите, пожалуйста, мы все благодаря современным телесериалам и криминальным программам знаем такое чудное слово под названием висяк. Вот висяков много многолетних? Хотелось бы сказать, что на сегодняшний день практически 9 убийств из 10 раскрывается по горячим следам в течение дежурных суток, либо в первые недели. Недавно в Злуке, по-моему, в Западном Оренбурге было раскрыто преступление, которому было чуть ли не 10 лет. Вот такие преступления, тоже убийства, они за счет чего раскрываются год спустя? Расскажите об этом деле, если есть возможность. Вообще работа, так скажем, по преступлениям, совершенным в условиях неочевидности, которые остаются нераскрытыми, она не прекращается. Даже когда следователь приостанавливает производство предварительного следствия по уголовному делу, как в народе говорят, закрыли дело, на самом деле даются отдельные поручения органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. И продолжается кропотливый сбор информации. Благодаря этому мы имеем возможности раскрывать преступления, которые совершены и 10 лет назад, и 15 лет назад. В частности, по Базулуку, довольно-таки жестокое убийство гражданки Григорьевой, молодой девушки, совершено было в 2002 году. В 2011 году мы вышли на лиц, причастных к совершению этого убийства. В настоящее время двое обвиняемых находятся под стражей, и расследование близится к завершению. Как прокуратура следит за тем, за работой следователей, если даже дело закрыто, как говорят, закрыто в народе, да? Наверняка надзор продолжает свою работу, и понуждаете, не понуждаете продолжать расследование? Объясните просто систему взаимодействия, чтобы было понятно. Ну, безусловно, когда принимается решение о приостановлении, либо прекращении уголовного дела, прокурор, соответствующий, обязан проверить законность принятия в это решение. Это определено, в первую очередь, законом уголовно-процессуальным кодексом, и там, где предварительное следствие выполнено не в полном объеме, либо не собрано достаточного оказательств, эти решения прокурором отменяются, направляются на дополнительное расследование, и принимаются меры для того, чтобы следствие шло по тому определенному законному пути и принимало законное решение. Проблемы по расследованию ходу уголовного дела становятся предметом их совместных обсуждений, как на уровне областных управлений аппаратов Следственного комитета областной прокуратуры, так и на уровне прокуратур районного звена. Не могу не затронуть тему тех преступлений, ну, видимо, преступлений, потому что пока идет расследование, да, которые происходят в органах внутренних дел, какую оценку вы могли бы им дать, да, и почему опять-таки, вот, я так думаю, что преступления, наверное, происходили всегда, почему-таки сейчас их стало больше, либо об этом просто говорят больше, вот, хочется понять. Вы имеете преступления, которые совершаются работниками полиции? Так точно, да. Ну, к сожалению, такие факты имеют место и в нашей Оренбургской области. Конец 2011 года, начало 2012 года подтвердились три такие факта. Совершение работниками полиции преступлений по одному факту, это и летальный исход потерпевшего, это все, безусловно, имеет место. К слову, благодаря лишь вмешательству прокуроров, областной прокуратуры по факту избиения работникам полиции Сергея Иванова, которым медики удалили селезенку, уголовное дело, которое возможно было по факту причине телесных повреждений Иванова, оно было изъято из органов полиции, передано в следственный комитет и там уже на сегодняшний день происходит предварительное следствие. Эта проблема очень серьезная, искоренять ее приходится не только совместными усилиями прокуратуры, следственного комитета. Здесь большую работу проводят и внутри ведомства, начиная с Москвы, заканчивая уже на местах в каждом райотделе. Да, мы сейчас с учетом активной позиции и гражданского общества, с ростом протестных настроений, стараемся более внимательно, более четче работать по данной категории уголовных дел, чтобы не было, опять-таки, не только претензий, а обоснованной критики в адрес следственных органов, надзирающих структур. И чтобы лица, которые совершили преступление, они получали заслуженное возмездие. Мы говорим сейчас в целом, в основном, про область, но давайте все-таки оттолкнемся от области, вернемся в областной центр. Нас в основном смотрят просто в городе Оренбурге. Как бы вы оценили, вы, например, работу прокуратуры города Оренбурга, вы, работу следственного отдела, соответственно, по городу Оренбургу, успехи, проблемы, кадровая политика? Хватает ли людей элементарно, да? Вот в нескольких словах. Ну, если касаться конкретно Оренбурга, я вот в продолжении немножко того вопроса хотел бы сказать, что те проблемы, о которых вам говорили предыдущие, это отношение работников полиции, при наличии того, что они все-таки имеют место, но они не носят того масштабного, катастрофического характера, который иногда в ряде средств массовой информации пытается преподнести населению, таким образом сформировать какое-то негативное отношение ко всем правоохранительным органам. Это погоня за рейтингом, каналы за счет этого живут, чего вы хотите? Ну, вот в погоне за рейтингом хотелось бы все-таки, чтобы была объективность. Что касается конкретно Оренбурга, и это вот тоже затрагивает в какой-то части именно ту составляющую, о которой мы говорим. Вот в последнее время усилились необоснованные, в общем-то, нападки, так скажем, на прокурора города Оренбурга Звягинцева, который в этой должности полтора года. Но что касается именно прокуратуры Оренбурга, что за это время удалось добиться значительных результатов работы, которые жителям города Оренбурга, безусловно, видны. Это в первую очередь реальное, практически, сведение к нулю игрового бизнеса. Благодаря только одной прокуратуре города Оренбурга была прекращена деятельность 40 игровых заведений. Возбужден ряд уголовных дел, и сейчас часть из них уже рассматривается. Эти заведения работали в прежнее время тоже не без помощи сотрудников правоохранительных органов, да? Правы, да, и мы об этом не скрываем. И именно служба собственной безопасности прокуратуры Оренбургской области, выявив эти факты, не умолчала о них, передала в соответствующие подразделения Следственного комитета. Уголовное дело было возбуждено, ряд работников прокуратуры, прокурорских работников уже осуждено судом. Но, опять же, подчеркну, что если выдергивать из общего что-то и обличать его форму, что это вся система такая, наверное, это неправильно. Нельзя людей ориентировать на то, что у нас очень безобразная правоохранительная система. Кто же тогда, что же люди... Ну да, кто тогда туда пойдет работать, в конце концов. Кто туда пойдет работать, да. Хочется понять, человек, который приходит в прокуратуру и следственный отдел, вы же их видите, да? Это молодые ребята, наверняка, после юридических узов. Вот образ некий. Это ребята, которые зачем приходят? Иногда я прихожу к выводу, что у нас работает больше, так скажем, идейных следователей. В каком плане? Сейчас, например, если взять повышение уровня материального удовольствия в органах внутренних дел, там также есть следственные подразделения, но к нам приходит кандидат, устраивается следственный комитет. Хотя ему было бы выгоднее... Да, следователем. Мы ему спрашиваем, зачем ты к нам идешь? Зачем ты к нам идешь, когда ты будешь получать достойную зарплату так же и будешь расследовать уголовные дела? Он говорит, мне нравится, вот я хочу расследовать те дела, которые отнесены к подследственности Следственного комитета. Люди к нам идут, сформирован достаточный резерв для замещения первичных должностей следователей. Работаем мы и с выпускниками вузов, и даже со студентами в коллективах и Оренбургского института МГУА, и в госуниверситете, и в аграрной академии. То есть работа эта ведется. Я думаю, что будут следоваться. Прокурор новый, молодой. К вам, кстати, молодежи много идет? Да, безусловно. Я бы хотел подчеркнуть, что, наверное, основная составляющая – это незаработная плата. К нам приходят по вопросу трудоустройства выпускники вузов, и не только выпускники вузов. И когда беседуешь и спрашиваешь, почему именно в прокуратуру, то не вопрос заработной платы, а как раз таким желанием отстаивать интересы общества, государства, обычных рядовых граждан. Потому что прокуратура не только занимается надзором за ходом расследования уголовных дел, поддержания государственного обвинения в суде, но и решает права граждан, интересы государства. Вы предупредили мой следующий вопрос. Потому что, да, хотелось сказать, что прокуратура – это не только уголовные дела, и вообще, ну что же мы сегодня все только о плохом. На самом деле прокуратура – это и защита прав граждан. Расскажите хотя бы в нескольких словах. Я просто на слуху в последнее время решения этих вопросов. Опять-таки, об этом стали больше говорить или больше делать и говорить? Это наше основное направление деятельности. Безусловно, мы в этом направлении работаем, и работаем с каждым годом все усиленно. Не потому что мы хотим добиться какого-то цифрового показателя, потому что те проблемы, которые есть в области, в нашей стране в целом, они вынуждают всех, в том числе и прокуратуру, целенаправленно и усиленно здесь работать. Есть хотя бы пара примеров, таких вот конкретно говорящих, может быть, помогли ветеранам с решением квартирных вопросов, которые им просто обязаны решить, или детям-сиротам? Безусловно, что касается ветеранов, буквально на днях прокурором Центрального района Оренбурга отстоял интересы в суде ветерана Великой Отечественной войны, инвалида второй группы, женщины 88 лет. Который в свое время, имея социальное жилье, отказался от приватизации в интересах своей внучки и правнука. В конечном итоге одна фирма юридическая, я не буду называть, какая конкретно, приврела этот дом, скупив практически у всех жильцов квартиры, в том числе купив квартиру у этой внучки вместе с бабушкой. Квартиру вместе с бабушкой? Да, она там оставалась зарегистрирована по этому адресу. Попытки выселить эту бабушку в судебном порядке у этой фирмы не удались. Ничего лучшего они не придумали, как отключили электричество, газ. Бабушка была вынуждена съехать, потому что жить в таких условиях невозможно. Фирма этот дом снесла для того, чтобы построить там какое-то другое. Благодаря тому, что прокурор вышел в ее интерес к суд, обязал эту фирму бабушке предоставить благоустроенное жилье. У нас катастрофически мало времени, мы уже практически уходим из эфира. Я вас благодарю, был безумно интересный разговор. Я надеюсь, что мы встретимся еще раз и будем говорить, открывая все новые проблемы и достижения в работе и прокуратуры, и Следственного комитета. Спасибо, дорогие друзья, за внимание. Это был разговор на чистоту. Мы с вами встретимся ровно через неделю. Спасибо и всего доброго.